Синтетические человечки Особенно печально. Таких случаев становится все больше С начала года идет увеличение случаев обнаружения синтетических наркотиков у потребителей И дальше, возможно, будет рост Буквально вчера, словно для подкрепления теории и практикой, Читу потрясла новость Трое школьников попали в больницу после того, как выкурили сигарету, содержащую спайсы К слову, именно потребители спайсов – настоящая головная боль И для наркополицейских и для медиков Потому как наркотическая агония, говорят врачи, может продолжаться до нескольких часов подряд Были случаи, когда взять анализ попросту было практически невозможно Потому что пациент был неадекватен То есть он смеялся, он кричал, он не понимал, где находится Вопреки расхожему мнению о том, что синтетические наркотики не оставляют следов в крови и моче Специалисты уверяют – это не так Вещества выводятся из организма не сразу К тому же современное лабораторное оборудование позволяет точно ответить на вопрос Принимал человек наркотик или нет Специалисты Министерства образования края, которые вчера начали тестировать школьников и студентов На предмет употребления наркотиков, на такую точность, конечно, не претендуют Персональные данные зашифрованы Мы можем только знать результаты итога муниципалитета или в целом школы Мы не можем знать результаты конкретного учащегося Тестирование, проходящее в формате заполнения электронных анкет, проводится добровольно, анонимно И на первом этапе коснется только восьми и десяти классников Забайкалья Но именно эта мера уверена в Минобре Вкупе с усилиями врачей и наркополицейских поможет найти и обезвредить синтетического противника Мария Машанова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ